Вот сейчас у нас произошла реформа, некая, прочухала, да, что будет проверка, и как бы... Как вы сказали, прочухала? Как бы, да, жаргонным языком. Можем пояснить, можем пояснить, можем пояснить, но попозже. Вы пришли, позвонили мне, я говорю, окей, приезжайте, смотрите, все, что у меня есть, ну дайте вам бумажным, видите, я не могу. Почему? Ну, потому что не берут с множественным законом это. Главная задача убедиться в надежности. Так, очередной рейд прошел в подобную проверку, проходят также сотрудники управления МЧС, уделяют внимание требованиям пожарной безопасности. Разъяснять, напоминать. Общественное дело касается угрозы жизни и здоровья всего города. А угроза жизни и здоровья была установлена? Ну да, там у вас были нарушения. Нету ни одного нарушения? Нету. А что, а что было? Вот я вам показываю, 34 пункта. Ни одного нарушения не нашло своего подтверждения. А вы какие нарушения видите в этом плане? Ну, по факту сейчас нет. Ну, получается, вам устроили представление именно под ваш визит? Ну да, направление движения же видно. Не, ну я вам акт не дам сам, вы можете ознакомиться просто. Как, с экрана что ли? То есть только с вашего экрана? Ну да. То есть отказываетесь, да, выдать на бумажном носителе? Выдать, да. Ознакомиться, пожалуйста. Нет. Вот у вас не ограничено. Мы вас не ограничиваем. Ты можешь вам экран поставить поближе? Давайте я экран поближе вам поставлю. А можно его с собой забрать? А я хочу на бумажном носителе, чтобы обжаловаться. А как обжаловать это решение? Ну, как? Так, своими словами можно написать. У вас всегда подчиненный отвечает за вас? Почему? Постоянно ограничите в конституционных правах. Да, ты никого не ограничиваешь. Ограничивали? Ну, что вы, что вы. А где его можно посмотреть? Ну, вот я вам показываю. Только с экрана с вашего. Ну, получается, да. Распечатать я вам его не могу тоже. Мне не жалко его распечатать. Потому что это, как бы, документ для служебного пользования. Ну, нет, и пьянства нет. У меня совершенно случайно, по непонятной причине, закончился интернет и деньги. А теперь сошлитесь на норму права, которая мне запрещает знакомиться с этим документом. Нормы права никакой нет. Как мне быть? Не знаю. Скажите, вас устроились? Я вас распечатаю, вы посмотрите. И как бы на этом все. Я могу вам распечатать, но отдать документы мы вам не сможем. Как-то не сможете. Печатайте. Я хочу знакомиться. Распечатать. Ну, значит, распечатал. А вы говорите, только в электронном виде готовите. Вам не помните. Накомиться никто не запрещает. Ну, отказывался же. Печатайте. Он не отказывался. Как не отказывался? Он отказывался, и вам могут выдавать на руки. Я могу забрать, да? Ну, уже да, русская. Уже да. В итоге-то выйду. Ситуация такая. Как-то вот так. Если в общем. А что вам надо-то еще? Ваши дети, жены, родители в курсе вообще, чем вы занимаетесь? Как вы им в глаза смотрите? Что вы им говорите о своей службе? Что вы герои? Всем привет. Сегодня я расскажу о пожарной опасности в здании Сургутского городского суда. 9 марта 2023 года было написано заявление с 34 нарушениями пожарной безопасности в здании Сургутского городского суда. Документ зарегистрирован в МЧС по ХМАО Югре. Номер такой-то 9 марта. Дификатор есть. Примерно через месяц получил уведомление из МЧС ХМАО. Вот оно это уведомление. Значит, проведена оценка достоверенности поступивших сведений об угрозе и причинении вреда ущерба охраняемым законом ценностям на объекте, хотя описалось именно об угрозе жизни и здоровью. В ходе проведения указанных мероприятий нарушения требований пожарной безопасности, указанных в обращении в части эксплуатации эвакуационных выходов, подтвердились. Было указано, что они все закрыты на всех пяти этажах. В настоящее время проводятся процедуры по согласованию контрольно-надзорного мероприятия в форме внеплановой выездной проверки. Потом они ее поменяют на инспекционный визит. Подписал заместитель начальника главного управления, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы БОЗов Игорь Валерьевич. Малыш из пички. Так, подтвердилась внеплановая выездная проверка. Статус вашего обращения изменился на рассмотрено, разъяснено. Все. И больше никаких ответов не поступало. 12 апреля 2023 года было дополнительно сообщено о новых выявленных нарушениях. Это наклеили бумажки на план эвакуации с номером 37, то есть был указан неправильно номер здания в адресе. Наклеили бумажки, которые не светятся в темноте, то есть если свет выключат, допустим зимой, эта бумажка светиться не будет. И вы не сможете прочитать и сообщить номер здания, сообщить точный адрес пожарникам. А также блокировки пожарных и электрических щитов в основном выходе. То есть если люди будут эвакуироваться, покидая здания. Вот слева двери были закрыты. Всегда. А справа они открыты и блокируют пожарные щиты. То есть всего 39 нарушений. На сегодняшний день, 15 июня 2023 года прошло 98 дней. До сих пор не знакомлены с результатами проверки и с материалами проверки. 13 июня позвонил Макарову два дня назад в МЧС в городе Сургут. Макаров сам позвонил и сказал, что приходите, знакомьтесь с материалами проверки. Подходя к зданию, обратил внимание, что даже у них на территории обеспечена высшая степень пожарной безопасности, это в кавычках, картон, алкоголь, якурки рядом со входом в здание и на территории МЧС по адресу город Сургут, улица Фармана Салманова, дом 4. Макаров заявил, что нарушения были и была угроза жизни и здоровью, и что нарушения были, однако нарушения не выявлены. Выражался жаргонными словами, с его же слов сказал, что департамент ХМАО каким-то образом, судебный департамент каким-то образом прочухал, что будет проверка. Заявил, что при проверке двери все открыли и поставили приставов на каждый этаж, то есть приставы выполняли несвойственную для них функцию по охране эвакуационных выходов. То есть как минимум 5 приставов они должны были выделить на это мероприятие. Начальник Стрелов позже подтвердил эту информацию. Дальше Макаров показал только некий акт с экраном своего монитора на расстоянии 3 метров вместо материалов проверки. Распечатать акт этот отказался. Предлагал подвинуть экран поближе. Я спросил, можно экран с собой забрать, а он сказал, что нет. Так, далее заявил, что проверку сам не проводил. На самом деле издал решение о проведении первого инспекционного визита и участвовал во втором инспекционном визите. Дело в том, что он ранее сообщил два номера КНМ на сайте прокуратуры. Эту информацию очень легко проверить. Вот оно решение о проведении КНМ ФИУ должностного лица Макаров Александр Владимирович. То есть он принимал решение о проведении инспекционного визита. Второе решение принял его начальник Стрелов Александр Владимирович. А непосредственное участие в проведении КНМ принимал именно Макаров Александр Владимирович. Хотя он заявил, что проверку сам не проводил. Далее он не предъявил удостоверения до полного ознакомления, мне удалось прочитать только фамилию, имя, отчество, и он громко закрыл удостоверение, хлопнув. Несколько раз перебивал и говорил одновременно с начальником и отвечал за начальника. Произнес фразу «Вас устроите, если я вас распечатаю». Что это было? Угроза? Как бы да, жаргонным языком. Можем пояснить, можем пояснить, можем пояснить, но попозже. Далее его начальник Стрелов Александр Владимирович заявил, что акт инспекционного визита является документом для служебного пользования. По факту на акте отсутствует отметка для служебного пользования. Нет там никакой ни коммерческой, ни государственной тайны. Внимательно посмотрел на новый план эвакуации первого этажа и не увидел там никаких нарушений Стрелов. Не смог назвать категорию риска Сургутского городского суда. Я посмотрел в том же КНМ сведения об объекте контроля, объект номер 1, профсоюзов 37, категория рисков, умеренный риск. Однако есть реестр, называется «Надзорная деятельность и профилактическая работа, перешни объектов, защиты, которым присвоены категории рисков». Вот он этот реестр. Этот реестр размещен на официальном сайте МЧС. Вот он этот реестр. Здесь указывается название объекта, адрес, категория риска и самое главное, когда присвоен дата присвоения категории риска. Здесь вы не найдете Сургутский городской суд и адрес профсоюзов 37. Нижневартовский есть, Лонгипадский есть, Урайский тоже есть, Мегионский есть, а вот Сургутского нет. Еще раз проверяю. Улица профсоюзов. Найти все. Вот так через Excel нашел все записи со словом профсоюзов. Здесь вы не найдете профсоюзов 37 и даже профсоюзов 31, адрес, который раньше был у этого здания. Еще тут есть значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса. То есть, основываясь на этой цифре, можно принять решение, сколько расчетов отправлять, сколько пожарных, кого поднимать, сколько скорых направлять и т.д. и т.п. То есть, вот конкретная цифра указана, что высокий риск есть. Это, допустим, общежитие по улице Студенческой, дом 15А. Риск высокий, 52 коэффициент. А вот, допустим, у Нижневартовского городского суда средний риск, 14 уже, намного меньше, в 4 раза меньше. То есть, никто даже не оценивал здание. Это вот еще раз подтверждает, что Сургутский городской суд вообще никто не инспектировал, и понятия никто не имеет, сколько туда расчетов направлять, и сколько пожарных и скорых, и в каком количестве, и какие меры предпринимать. Никто не инспектировал вообще это здание. Я не удивлюсь, что, ну вот, сколько, 19 мая, да, почти, нет, 16 мая они инспекционный визит проводили. Месяц прошел, Сургутского городского суда до сих пор нету. То есть, риск здания не оценен. Вообще никто никогда не присваивал уровень риска и не инспектировал Сургутский городской суд. Я пришел к такому выводу. Хотя постановление правительства о том, что обязательно должны вносить в реестр подобные учреждения, было издано 17 августа 2016 года. То есть, за 7 лет никто даже и не удосужился присвоить уровень риска данному зданию. Хотя данное здание посещает почти все жители города Сургут. Итак, как же прошла сама проверка? Макаров сообщил два номера КНМ на сайте прокуратуры. Напомню, что изначально они планировали внеплановую выездную проверку. В итоге сделали инспекционный визит. Значит, номер 1 КНМ, вот он, ссылка на сайт прокуратуры. Решение принял Макаров. Согласованно с прокуратурой, кстати, вот желтым выделены все те документы, которые, по идее, должны быть в материалах проверки. А они мне предоставили только акт инспекционной проверки. И то, наверное, с раза 10-го, может, с 15-го только. Проверку согласовал Сухаруков, это заместитель прокурора ХМАО, 20 апреля. Был назначен инспекционный визит на 26 апреля, но контрольные мероприятия не были проведены в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения, осуществления деятельности. Хотя закон 248, статья 70, вот как раз регламентирует инспекционный визит. Здесь статья 4, здесь сказано, что инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. Однако они посчитали, что его отсутствие невозможно провести. Далее в этом же КНМ указано, что перечень предоставляемых документов был предоставлены со стороны департамента ХМАО, распорядительные документы в области пожарной безопасности. Хотя в акте инспекционном написано, что при проведении инспекционного визита не были рассмотрены вообще никакие ни документы, ни сведения, не рассматривались. Дальше в этом же КНМ написано, что были получены письменные объяснения, которые, я так понял, тоже не рассматривались. В общем, они перенесли все на 16 мая. Решение принял уже начальник Макарова Итострелов Александр Владимирович. Необходимость согласования уже куда-то пропала, то есть не требует согласования. То же самое, были предоставлены распорядительные документы со стороны проверяемого, но они почему-то не приложены к акту. Сведения о должностных лицах, которые участвовали, я уже говорил, это Макаров, хотя он говорил, что он не участвовал, не проводил проверку. Также были получены некие письменные объяснения, хотя они отсутствуют в актах, хотя они к акту не приложены. Специалисты не привлекались, то есть они сами это все, получается, втроем приходили, ну, судя по КНМ. А со слов Макарова следует, что он вообще там не был. Вообще ничего не ясно. В акте также отсутствуют два должностных лица, которые есть в КНМ. В акте не указаны Макаров Александр Владимирович и Захваткина Евгения Владимировна. Также в акте не указано, что был привлечен к участию представитель департамента по доверенности Новиковой ЕЮ. В общем, осмотр проведен за 25 минут и только осмотр. Больше ничего они не делали. В акте написано, что прилагаются какие-то приложения, но по факту ничего не приложено. По идее, должен быть протокол осмотра инспекционного визита. Я его не видел до сих пор. И также доверенность должны были приложить на представителя Новикова ЕЮ. В акте указано, что никакие документы из Вене не рассматривались. Нарушения в итоге не выявлены. Ничего не вижу, ничего не слышу. Так, дальше нормы права приведены, которые они проверяли конкретно. Из 39 нарушений они решили проверить только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 пунктов. Вчера я туда ходил. На входе к зданию привезли множество металлоконструкций для строительства парапета для инвалидов. Это подтвердил администратор суда. Дело хорошее, но при выгрузке повредили забор. То есть, видно, да, вот идет прямая линия. Вот здесь забор уже закошен. Здесь тоже. И вот здесь опять прямая линия идет. Завалили забор. Аж вот здесь вот его перекосило. Напомню, что 29 марта 2023 года на канале Сургутнадзор была размещена методичка по доступной среде, которая полностью отсутствует в Сургутском городском суде. Вы можете сходить в любое отделение Сбербанка и убедиться, что у них на процентов 90 эта методичка выполняется. В Сургутском же городском суде эта методичка на 98% не выполняется. То есть, здание абсолютно непригодно для людей с ограниченными возможностями. Далее, после того, как была озвучена информация, что якобы судья Трояновский и его секретарь и помощник используют компьютеры американского производителя Apple, я проходил мимо моего кабинета и увидел, что он, во-первых, поменял гигантский такой моноблок, наверное, метра полтора в диагонали на 25 дюймов или 21 дюйм. То есть, раза в два уменьшил размер своего монитора той же фирмы Apple и заклеил эмблему яблока квадратной бумажкой. В мужском туалете на втором этаже наконец-то появились бумажные полотенца и туалетная бумага. Ура! Пришла цивилизация. Туалет не работает, но туалетная бумага есть. Поздравляю вас. Туалетная бумага появилась, цивилизация пришла. На третьем этаже это все отсутствует. Туалет на пятом этаже закрыт для общего доступа. Ну, видать, только для председателя суда. Возвращаемся к пожарной безопасности. Значит, двери запасного эвакуационного выхода на всех этажах внутри здания теперь открыты. Отлично. Это те двери или тот пролет, где водили арестантов и заключенных, и задержанных. А вот выход из этого пролета на улицу закрыт. Дверь металлическая запасного эвакуационного выхода на улицу закрыта. Причем коридор и проход загорожен металлическими тележкой, скамейкой. Проход и дверь загорожены металлическим уголком, картонными изделиями, строительными инструментами, различными вещами. Отсутствует автоматическое отпирающие устройство со штангой, нет таблички выход. Ну, по идее, это должно все вот так выглядеть. А по факту, видим совершенно другое. Возникает вопрос, теперь всех арестованных и задержанных заводят через другие выходы. Вот план эвакуации первого этажа. То есть, вот этот выход они закрыли железной дверью. Вот этот, скорее всего, тоже закрыт. А у центрального входа стоят три машины, которые обычно доставляют задержанных и арестованных. То есть, я предполагаю, что они через центральный вход их начали водить. Ну, либо через вот этот. Также я сам видел, как администратор с каким-то техническим сотрудником выясняли, как можно открыть вот эти двери слева основного эвакуационного выхода. И вот теперь они везде открыты. Отлично. Но при этом они начинают блокировать электрощиты, которые в случае аварии, вот читаем, в случае пожара, да, по возможности, при необходимости, обесточить помещение. А как его обесточить, если дверь перекрывает? Вот, смотрите, дверь открывается и здесь, и здесь. Здесь блокирует пожарный щит, гидрант и огнетушитель, а здесь электрощит. То есть, по идее, надо либо щиты переносить, либо двери переделывать. На многих пожарных шкафах сорваны пломбы. Где-то заклеены скотчем, а поверх наклеены одноразовые пломбы. То есть, пломбы одноразовые стали многоразовыми с помощью прозрачного скотча. Многие пожарные шкафы открыты, то есть, не закрыты на ключ. Нет подсветки надписей «Выход» над дверями основного эвакуационного пути на третьем этаже. На других этажах они, наконец-то, загорелись. Хотя раньше были тоже это, не рабочие. Напомню, что все здание Сургутского городского суда наполнено бумагой в почти каждом кабинете. Для перевозки бумаг даже используют металлические тележки, как на ЖД вокзалах. То есть, масштабы этой бумажной макулатуры гигантские просто. Их тележками возят. В случае пожара все вот эти выявленные нарушения, которые до сих пор существуют, несут прямую угрозу жизни и здоровью всех сотрудников и посетителей. Итак, на сегодня, 15.06, через 98 дней, наконец-то пришел ответ на заявление 9 марта. То есть, видео смотрит, реагирует, это радует. Но вот такой ответ пришел. Наконец-то решили уведомить о проведении проверки, о результатах. Вот они опять пишут. В ходе проведения контрольно-раздорного мероприятия нарушений требований пожарной безопасности не установлено. В связи с тем, что нарушения, указанные в вашем обращении в части эксплуатации эвакционных выходов, были устранены до момента проведения инспекционного визита. А железная дверь на улицу закрыта. И загорожена, и заставлена, и замусорена. Ответ предоставил тот же Бозов. Как он вообще за замначальника отдела стал, я вообще не понимаю. В общем, всем вот этим «проверяющим» хочется задать элементарные вопросы. Силовики и спасатели проверяют готовность школ Сургута к началу следующего учебного года. Пока дети на каникулах в здании образовательных учреждений обследуют специально созданные комиссии. В их состав входят сотрудники управления МЧС, Росгвардии, ФСБ, МВД и администрации города. Главная задача – убедиться в надежности антитеррористической системы безопасности. Так, очередной рейд прошел в стенах девятой школы. В ходе осмотра этого учебного заведения нарушений выявлено не было. Подобную проверку проходят также детские сады, колледжи и вузы. В ходе участия в комиссиях мы проводим обследование объекта. Значит, смотрим наличие и соответствие путей эвакуации, эвакуационных выходов на объекте защиты. Смотрим наличие работоспособности систем противопожарной защиты, автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. Помимо проверки систем антитеррористической защищенности, в учебных заведениях сотрудники управления МЧС уделяют внимание требованиям пожарной безопасности. С этой целью специалисты ведомства посетят школы города ближе к первому сентября. В этом году наши сотрудники будут принимать участие в приемочной кампании образовательных учреждений к новому учебному году путем проведения профилактических визитов на данных объектах, в ходе которых мы будем разъяснять, напоминать основные требования пожарной безопасности, которые нужно запустить. По телевизору показывают одно, а по факту совсем другое. Алло. Здравствуйте, мне нужен Макаров. Здравствуйте, привет. Имя, отчество напомните, пожалуйста. А вы кто? Так, помните, Антон Николаевич Булгаков писал 9 марта требование провести проверку в Сургутском городском суде. Ну, а вы кто? А? А вы кто, получается? Я же сказал. А, вы Булгаков? Проверку помните? Заявление на проверку. Да, да, да. А проверка была проведена? Проверка была проведена, да. А почему Булгаков? Вам ответ не прислали? Нет. Не прислали. А? Не прислали ответ. Нет, я до сих пор не знаю. Чем проверка-то закончилась? Ну, там, чем закончилось. В общем, мы первый раз его согласовали. Там не проверка была, инспекционный визит. Вот, мы его согласовали. Вот, провести мы его не смогли, потому что данное здание находится в управлении судебного департамента. У них не было представителя в тот день, когда мы проверку проводили. Мы подготовили акт невозможность. Потом еще раз проверку провели, и нарушения, которые вы указали, были уже устранены в том момент. Серьезно? В общем, эвакуационный выход-то запасной до сих пор закрыт на всех этажах. Ну, как проверку не я лично проводил. Не знаю, закрыт. Так, а с материалами проверки хочу ознакомиться. Как ознакомиться? Блин, я не знаю. Можете ли вы ознакомиться-то за закон? В смысле? А как же? Хотелось бы... Еще раз. Заявитель не может ознакомиться с материалами проверки? Сейчас не могу сказать, сочнить. Так, в принципе, можете там. Какие проблемы-то? Ну, когда можно подойти? Когда можно подойти? Не знаю. Просто сотрудник, который проверку проводил в отпуске. Давайте я уточню. Ну, какая разница? Есть зам, есть начальник. Ну, я заместитель. Ну? Ну, я же не знаю, где есть материалы. Как бы это не мой сотрудник проводил. Ну, точнее, там другой заместитель проводил проверку. Вот. Как бы материалы, я не знаю. Где ли я? Ну, уточним, найдем. Давайте. Жду. Когда перезвоните? Перезвоните после. Добро. А имя, отчество-то напомните? Алло. Алло. Это пожарный отзор. Макаров беспокоит вас. Слушаю. В телеграме вам скинул номера контрольных зонных мероприятий. Я вам объясню. Ну, мы сейчас все сведения о проведенных проверках нами вносим на сайт прокуратуры проверки. То, что... Вот. Не-не-не. Вы знаете этот сайт? Нет. Ну, я вам сейчас напишу, как сайт это надо забить будет. Ничего, там можно ознакомиться, что ли? Да, и там я вам скинул там два номера КНМ, которые озорят на мероприятии. Там забьете, вот там будет публичный паспорт, который озорил на мероприятии, и там сможете со всей информацией ознакомиться. А если на бумажном носителе ознакомиться? А еще на бумажном, какая разница. Незарушение там проверки. Вот. Там одна проверка, невозможно было ее провести, ввиду отсутствия представителя там жирного лица. А вторая проверка без нарушений. Там акт без нарушений. Все, вы смотрите. Я хочу реализовать свое конституционное право, предусмотренное частью второй статей 24 Конституции Российской Федерации, и частью третьей статей 56. Ознакомиться на бумажном носителе. Ну, хорошо. Ну, у нас все в электронном виде документы готовятся уже. Отлично. В электронном виде. В электронном виде все. Это хорошо. Хочу ознакомиться на бумажном носителе. Ну, придите, ознакомьтесь тогда, ладно. Вот вопрос в этом был. Когда можно прийти? Ну, когда можете. У меня просто тоже как бы времени нет. Сегодня есть у вас время? Сегодня есть. Когда? Ну, можете день в течение часа подъехать. Добро, подойду. Давайте. Благодарю. Благодарю. Здравствуйте. Подскажите, Макаров нужен? Здравствуйте. Добро, подскажите. Добро, года. Добро. по вашему обращению значит мы согласовали инспекционный визит в пропортура так первый раз мы выходили 26 но 4 к сожалению мы с первого раза провести его не смогли потому что и департамент управления что без него мы не имеем права проводить потому что при контроле надзорное мероприятие должен быть предстоит угроза жизни и здоровья было установлено ну да там у вас были нарушения которые путя в классе были отнесены мы посчитали что это угроза прокуратура согласовала проверку прокуратура согласовала но мы не можем провести контроле надзорное мероприятие без представителя консервированного лица согласно закону предстоит лица является лицо которое имеет доверенность и так далее т.м. и подобие это 300 36 постановление 248 федеральный закон пункт не помните в соответствии с которым без представителей нельзя привести так имя отчество напомните александр владимирович так что то есть было постановление о продлении такого года нет смотрите когда мы мы проверку не смогли провести по причине отсутствия представителя консервированного лица таких случаях мы можем провести повторно контроле надзорное мероприятие вот без дополнительного согласования что он в принципе и сделали провели и вот даже на лицо которое проводило не я проводил проверку установила то что нарушение которые указаны в обращении нет не установлен нету ни одного нарушения нету вот я так предполагаю то что управление департаментом судами их мало как бы прочухало да что будет проверка и как бы их пострадали но это мое предположение как вы сказали прочухало ну не ну как бы да жаргонным языком как бы вот так такая ситуация что сейчас творится я не знаю я вполне допускаю а я с инспектором разговаривал перед вашим приходом то что как бы двери были открыты они поставили до приставов на каждый этаж серьезно но планировали да по крайней мере я говорю что этот надо у меня пригласить вот и не пригласили ну как бы я не знаю мне кажется всем не очень правильно это да да в общем ситуация такая и я вполне допускаю что сейчас ничего там по закрывали как бы но если это так пожалуйста пишите повторно будем опять отрабатывать решать вопрос как то вот так если в общем номера вот смотрите посчитал было 34 нарушения сообщено ни одно не подтвердилось не но 34 нарушения там по вашему обращению как бы у нас там многие нарушения как бы не совсем корректно обоснованы серьезно да а есть какие-то доводы опровергающие материалы проверки будьте добры ознакомьтесь пожалуйста ну вот у меня есть в смысле акт у вас должно быть отдельная папочка материалы проверки но мне сейчас папочки отдельно а кто вас начальник непосредственно так в общем смотрите вы по законом 59 имеете право ознакомиться с материалом я вам показываю акт вот а где акт вот распечатайте пожалуйста зачем вам можно носить и с подписью заверенный лежащим образом я вам акт не дам сам вы можете ознакомиться просто как с экрана что ли ну электронной подписи вот с электронной подписью на адрес электронной почты отправьте или нет это я вам не смогу как знакомиться нет смотри потерял закон вы имеете право ознакомиться со всеми материалами только за пожалуйста ну а надо распечатать вы на бумаге просто посмотрите и все какая разница ну чтоб печать роспись была ответственное должностное лицо вот подпись электронная стоит но это в электронном виде только действует электронная подпись ну так мы все документы оформляем в электронном виде а я хочу на бумажном носителе мы готовим все документы в электронном форме и подписываемых вот у вас нам за корючка стоит но тут у нас знакомо чего Это значит было на бумажном носителе? Ну, он, значит, распечатал. Ну, вообще, вот он в электронной форме документ. А вы говорите, только в электронном виде готовите? Ну, в электронном виде же подготовлен документ. Мы же, как бы... Ну, изначально было подготовлено на бумажном носителе? Ну, я не знаю, чего он подготовил так. Вот они в электронной форме готовятся. Вот. Активационный носитель. То есть, только в электронном виде, да? Да, это по закону 248. Все документы готовятся в электронном виде. С материалами проверки не ознакомите? Какие материалы вам нужны? У вас было два факта указан. У вас был указан факт. Пути, лещная клетка закрыта. И отсутствие планов в указ. И все? Да. А что у вас еще было? Вот я вам показываю. 34 пункта. Вы само заявление можете показать? Так, материал вам показал? Нет. Рассказал? Нет. Акт проверки вам показал? На экране только. Я плохо вижу с экрана. Ну, как бы... А как мне обжаловать? Вы даже можете написать главную проблему. Можете написать в прокуратуру. То есть отказываетесь выдать на бумажном носитель? Выдать, да. Ознакомиться, пожалуйста. И номера РКНМ я вам скинул. Рассказал о результатах проверки. Это сам акт вы показали. А что вам надо-то еще? Он вот к этому РКНМ прикреплен? Ему можно там посмотреть? Это так? В публичном паспорте не предусмотрено. Просмотр акта. То есть только с вашего экрана? Ну, да. А как обжаловать это решение? Ну, как? Своими словами лучше написать. Написал заявление. С чем-то, с чем-то не согласен. Потому-то, потому. А на что я буду писать, если я не видел этого документа? Ну, у вас есть публичный паспорт. Но так вы его не видели. Вот можете, может, вам экран поставить поближе? Давайте экран поближе вам поставлю. А можно его с собой забрать? С собой его нельзя забрать. А как я в суд буду предоставлять информацию? Вот я хочу обжаловать этот акт. Как мне его обжаловать? Сосла все, что судья может его посмотреть у вас на экране? Прийти сюда и ознакомиться? Ну, обжалуйте то, что вам не дали акт. Да? Ну. Благодарствую. Вас еще раз Александр Викторович, да? Вадимир. Так. Удостоверение можно ваше? Все, пойдемте. Одного меня в кабинете не оставляйте, пожалуйста. Ну, пойдемте. А что все? Я хочу еще вернуться, у меня еще вопрос есть. Возвращайтесь. Что? Удостоверение хочу ввести. Так, Макаров Александр Владимирович, подождите до полного ознакомления. Ну, все? Что все? Это громко хлопнули, у меня аж это, чуть звук не, это, уши мне не повредили. У вас есть еще какие-то вопросы? Да. Как я могу ознакомиться с материалом проверки? Я вам только что предлагал ознакомиться. Давайте. На бумажном носителе. Документы у нас ведутся в электронном виде, в соответствии с федеральным законом Блис-48. А вы всегда так разговариваете с посетителями? Нет, это просто как бы я не понимаю, к чему наш разговор-то идет. Я вам задал вопросы, вы уклоняетесь от ответа. Какой вопрос? Кто ваш начальник? Стрелов Александр Владимирович. Сейчас, секундочку. Он на месте? Да. Я хочу с ним поговорить. Я думаю, две минуты найдет ради общественного дела. А? Фамилия, персоны, Булгаков. Общественное дело касается угрозы жизни и здоровья всего города. Благодарствую. Здравствуйте. Теперь, Надежда, может, остается, если она тут вот эта? Не, я так. Пройдите. Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сами? Да. А я хотел один на день поговорить. Если понадобится, мы вас пригласим. Хорошо. Благодарю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я начальник отдела Стрелов Александр Владимирович. Мы с вами знакомы, нет? Не помните? Нет. Пять лет назад дверь в мою квартиру в Тамбур узнавали. Приходили разбираться с девушкой. Не помните? Не с вами разговаривали? Нет. Ну, неважно. Я не по этому вопросу. Смотрите. Значит, 9 марта написал заявление. Вот такое вот. 34 нарушения в Сургутском городском суде. Самое главное из них это то, что запасной эвакционный выход всегда закрыт на всех этажах. Угу. Вот. Присяживайте. Это раз. Я сам. Так, что у вас тут непонятно. Я вот тут. Проверку я там сразу указал, что есть угроза жизни и здоровью. В принципе, прокуратура и ваша проверка это подтвердили, что есть угроза жизни и здоровью всех жителей города Сургут. Вот. Проверку сначала отложили в связи с тем, что отсутствует контрольное, контролирующее лицо со стороны Сургутского государства. Вот. Там, да, у них гиппортамент хантейский там. Вот. Перенесли. Потом провели проверку в апреле 24-го, что ли. Вот. Как мне сказал Макаров Александр Владимирович, ни одно нарушение не нашло своего подтверждения. Это из его слов. Я его попросил предоставить хоть какой-то документ на бумажном носителе. Он мне показал с экрана акт и сказал знакомьтесь с экрана, печатать отказался. Знакомьтесь с материалами проверки, отказался. Ну, вообще, как бы эти материалы, они в доступности в едином действии контрольных зонах мероприятий. А я его как раз спросил, вот то, что он с экрана показал, акт, да, подписанный там. Он говорит, он есть только в электронном виде, хотя там стоит закорючка. То есть, документ сначала распечатался, на нем кто-то поставил роспись, потом его отсканировал. То есть, на бумажном носителе он где-то есть. Он меня убеждал, что он существует только в электронном виде. И я в нем уточнил. Вот там, на сайте контрольных зонах мероприятий прокуратуры этот документ есть, он сказал нет. То есть, он у него существует только на экране. А я хочу на бумажном носителе, чтобы обжаловать суд. Более того, меня никто до сих пор не уведомил о проведении контроля на зонах мероприятий. Ни первого, ни второго. Ни одного уведомления, ни звонка, ни смс, ни вообще ничего. Нет, мы уведомляем контролируемое лицо, мы вам просто готовим ответ по вашей жалобе. Заявление было написано 9 марта, до сих пор ответа нет. Ответа на ваше заявление нет? Нет. Никто не уведомил о результатах проверки. Было промежуточное, что типа для проведения проверки необходимо согласование с прокуратурой, мы вас уведомили. И все. Это было буквально через неделю, что ли, после заявления. О результатах никто не уведомил. Олександр, зайди. Олександр, зайди. Я вам предлагал материал посмотреть, вам надо распечатать. Почему не может быть в виде посмотрев? Вы мне предлагали материалы или какой-то... Вы подгружены в ЕРКНМ. Вы мне на экране что показывали? Акт проверки. Акт проверки. Акт проведения инспекционных. Я вас спросил, этот документ существует на КНМ на сайте Генпрокуратуры? Вы сказали нет. В публичном паспорте КНМ нельзя посмотреть акт. Я не знаю, почему нельзя. А где его можно посмотреть? В Генеральной прокуратуре. Ну вот я вам показываю. Только с экраном слышу. Ну получается, да. Так я понимаю. То есть, а мы в ЕРКНМе... Нет, ЕРКНМ он подгружается, но видим только нам и прокуратуре. А граждане не могут? Граждане не могут, к сожалению. Не моя прихоть. Есть публичный паспорт КНМ. КНМ до того и придумал, что любой гражданин, любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель может посмотреть публичный паспорт КНМ, где отражены вот эти все результаты транзорных мероприятий. Распечатать я вам его не могу тоже. Мне не жалко его распечатать. Но я так понимаю, по закону вы не можете распечатать. Ну да, потому что это как бы документ для служебного пользования. То есть в публичном паспорте вы можете... По федеральным законам СИА-9 вы можете знакомиться с мастерами проверки. Я вам показываю, что у меня есть. Учитывая то, что я эту проверку вообще не проводил. Вы пришли, позвонили мне. Я говорю, окей, приезжайте, смотрите. Все. Что у меня есть? Ну дайте вам бумажным видеть, я не могу. Почему? Ну потому что не предусмотрим с законом это. Вы же по 59-му закону? Нет, по Конституции. По Конституции. Что в Конституции написано? Часть 2, статья 24. Должностные лица обязаны знакомиться со всеми документами. Знакомьтесь. Знакомьте меня на бумажном носителе. Скажите, вас устроит, если я вас распечатаю, вы посмотрите и как бы на этом все. Или вам надо помнить? Ну здесь, думаю, у нас будет некие затруднения. С распечатыванием? Нет. А с учением вам документов. Почему? Потому что это для служебного пользования. Потому что я не уверен, что мы можем вам документы открывать. Этот документ относится к материалам проверки? Да. Но знакомиться вы имеете право. Затрагивает права и свободы заявителя? Ну заявителю отвечается на его заявление официальным письмом. Поэтому... Письмо направлялось к заявителю? Ну я так думаю, что да. Направлялось. Ну главный правильный, надо спросить. Ну возможно и нет. Как бы я не буду здесь ничего говорить. Трек номер можете сообщить? Кого? Чего? Я не знаю. Ответы? Направляли главного управления главным письмом или нет. А где материал проверки-то у вас? В публичном паспорте. В ЕРКНР. Поймите, вот сейчас смотрите. Вот сейчас у нас произошла реформа. Некая. Контрольно-надзорная. Она произошла в 2020 году, да, если не ошибаюсь? Она связана с тем, что появился новый федеральный закон. 248-й. Раньше был федеральный закон 294 о защите прав юридических лиц при надзоре и так далее. Сейчас 248-й закон о, там, как я не помню, там называется, о этих, там плейбом, что называется? О государственном контроле. О государственном контроле, надзоре и так далее, и так далее. Он предусматривает то, что создан этих сайт, называется серединный реестр контрольно-надзорных мероприятий, где каждый контрольно-надзорный орган обязан носить сведения, проведённый КНН. И только туда? И только туда. Более того, там очень ограниченные сроки, за которые нас, нам очень много задают вопросов. То есть, документы в соответствии с законом готовятся в электронном виде, как я вам показываю, подписываются усиленной, как называется, электронной подписью. И простой подписью. А? И простой подписью. Где? Я же вам показывал, на экране вы мне показывали когда-то. Он ознакомил представителя КНН, потому что это как бы не предусмотрено. А почему? Кого ознакомили? Представителя Сургутского суда? Управление. Департамент? Это здание, да, оно не принадлежит суду городскому. Она принадлежит направивая оперативное управление, департаменту управления судами, к МАО Югере, по-моему, как-то так называется. Ну, представителя вы ознакомили, он там расписался. Ну да. Я хочу ознакомиться. Ну вы же не Катринова лицо. Я заявитель. Вы заявитель, который написал обращение. Да. Ну. Мы предоставили вам документы для ознакомления. Пожалуйста. Какие у меня есть? То есть на бумажном носителе вы отказываетесь ознакомить меня с этим актом, правильно? Я могу вам распечатать, если это принципиально. Распечатайте, пожалуйста. Но отдать документы мы вам не сможем. Как ты не сможешь? А зачем распечатаете? А знакомите. Потому что вы хотите в бумажном... Распечатайте. Я хочу ознакомиться. Распечатать. Ну вот, со слов Александра Владимировича ни одно нарушение не выявлено. Вот у них на первом этаже появился наконец-таки план эвакуации, да? От 10 мая утвержден Кузнецовым. С вами почему-то не согласован. Мы не согласованы. А лицензию на выдачу вот этих планов эвакуации вы выдаёте вообще? Выдаёт главного управления. Вот, по идее, там внизу должно быть написано по лицензии МЧС. Номер лицензии указан. Этой графы там нет. Ни с кем не согласованы. То есть Кузнецов сам разработал план эвакуации? Нет. А как? Разработана ИП Остапенко. Ну, по заказу Кузнецова. Да, данные ИП имеют лицензию. А с вами этот план согласован? Нет. Он не согласовывается. Серьёзно? Серьёзно. И лицензии на это не нужны? Лицензия есть. У ИП Остапенко лицензия есть. А почему она там не указана? Не знаю. Разработал ИП Остапенко. Он есть в реестре. Они обязаны указать? Выдача лицензии. И данный план, мы его правильность не смотрим, потому что он с нами не согласовывается. Мы смотрим по факту, куда приходим. То есть, мы смотрим, допустим, местонахождение этого плана, и правильно он размещен или нет. А вы какие-то нарушения видите в этом плане? Ну, по факту сейчас нет. Надо по месту смотреть. То есть, на схеме отсутствует нарушение? Ну, я вот сейчас не вижу. Не видите? А то, что запасные эвакуационные выходы обозначены не как запасные пунктом тире, а как основные. Вот человек посмотрит на план в случае пожара, и куда ему, какой из трех выходов использовать? Смотрите, допустим, для части вот этих вот помещений это будет являться основным выходом. Для части вот этих помещений это будет второстепенным выходом. А вы сможете телепортироваться в момент пожара и пояснить каждому, кто подойдет к плану эвакуации, вот эти же слова пояснить? Ну, направление движения же видно. Должно быть сразу видно, где основной, а где запасной. Вот я говорю, вот если, допустим, брать вот этот вот выход, то для этой части помещений он будет являться основным. Ну, ясно. Вот если брать вот этот выход, то для этой части он является основным выходом. И, насколько мне известно, когда у меня туда заместитель выходил, по вопросу вот этих вот эвакуационных выходов, как у вас было отражено, что они закрыты, там они были открыты, и возле них стояли, насколько мне известно, судебные приставы исполнителей. Это только в вашем присутствии. Я туда почти каждый день хожу и каждый раз проверяю эвакуационные выходы, они всегда закрыты. Я даже в своем заявлении указал источник видео, и вашим сотрудникам тоже отправлял. Понимаете, мы прийти на контролируемый объект просто так не можем без уведомления. Нам нужен представитель организации, кто управляет данным объектом. Вот, к сожалению, вот есть в этом законе. То есть без контролируемого лица мы не можем там появиться. Поэтому мы их уведомляем. У меня сотрудник вышел, там выходы были открыты, и возле них, возле каждого стоял судебный пристав к исполнителям. Получается, вам устроили представление именно под ваш визит? Ну вот, к сожалению, не уведомляя, мы не можем туда выйти. Без контролируемого лица. Такое право имеет, не уведомляя, выйти на объект только прокуратура. Скажите, кто будет нести ответственность в случае пожара? Дело в том, что здание абсолютно не обустроено для инвалидов, для жителей с ограниченными возможностями, да? Вообще никак. И в случае пожара, допустим, если колясочник начнет использовать основной эвакуационный выход, его наверняка будут двое-трое человек тащить на коляске. И это абсолютно блокирует основной выход. Я думаю, что если здание не предусмотрено для инвалидов-колясочников, то инвалиды-колясочники, как показывает практика, выше первого этажа не поднимаются. То есть к ним выходит представитель. Ошибаетесь. Поднимаются. На коляске. Проезжают. Проезжают. Там лифт есть. Если лифт не работает, люди, то на коляске просят людей, они их тащат наверх. По лестнице. А почему вы считаете, что для инвалидов-колясочников может быть? Хотя тогда, значит, должно быть предусмотрено, что они только на первом этаже находятся. Я их видел не только на первом этаже. Вопрос второй, самый главный. Я предварительно позвонил Александру Владимировичу сегодня, час назад. Он сказал, приходите, ознакомитесь с материалом проверки. Я пришел, материалов проверки нет. Почему нет? Он вам показал их на экране. Сейчас он вам их распечатывает для ознакомления. Это он распечатывает только акт. Меня интересуют все материалы проверки. Куда входит? Должна быть отдельная папка. Материал проверки. Номер такой-то, по заявлению такому-то, даты такой-то. Утверждаю, назначить тому-то. Список документов. Первый документ заявления от заявителя и так далее. Запросы в прокуратуру, в судебный департамент. Их ответы. Ваши заявления. Результаты проверки. И все остальное. И в том числе вот это так. Где эта папка? Я хочу с ней ознакомиться. Она существует? Конечно, существует. По всем материалам есть. Ознакомьтесь, пожалуйста. Мне надо дать команду, чтобы ее нашли. Дайте, пожалуйста. Я согласовал свои действия с Александром Владимировичем. Он сказал, приходите, ознакомьтесь. Так, давайте, знаете, как сделаем. Я сейчас дам команду. Эту папку найдут. Мне просто сейчас нужно, необходимо убывать в гарнизон для проведения совещания с Москвой в режиме ВКС. И по прибытии у меня сюда, обратно, после обеда мы можем с вами пообщаться еще. Потому что эти документы все в архиве уже должны быть. В архив через какое время управляются документы? Не, а в архиве в нашем. Ну, я понимаю. В архив через какое время сдается? Когда закончено. Сразу? По данному, да, она закрывается. А кто проверяет результаты проверки? Вы? Я проверяю. А вы в материалах проверки видели какой-либо документ, который подтверждает уведомление заявителя? А о чем мы должны заявить? О результатах проверки. Мы направляем заявителю письмо, ответ на его заявление. Направляете в материалах проверки должно быть подтверждение о том, что вы уведомили. То есть, доказательство об уведомлении. Там, не знаю, квитанцию, опись отправления, трек-номер, квитанция с почты. Что-то, какой-то документ есть? Еще раз. О том, что письмо направлено. Заявители, что уведомили. Есть какой-то документ подтверждающий? Не уведомили, а о том, что о результатах проверки. Вообще никак. Ни о чем. Ни о промежуточных этапах. Ни одного ответа нет. Промежуточный ответ давали вам? Это был первый по поводу того, что вы что-то там не помнили. Вы говорите, что промежуточный ответ вам не давали. Но вам давали помежуточный ответ? После этого. То есть, был один. Не, не, минутку. Вы сейчас тоже сказали, что вам не давали промежуточный ответ. Вам его давали? Ответы, я сказал. Которые последующим должны были быть. Вы же, смотрите. Было первый этап. Было заявление. Второй, поступил ответ, что типа мы сейчас не можем, нам нужно согласовывать с прокуратурой. Это я получал. А дальше другие ответы. Что вы не можете провести проверку в связи с тем, что представитель департамента отсутствует. Это раз уведомление. Второе уведомление о проведении, о результатах проверки тоже нет. Вот эти, как минимум, два документа должны быть. Хорошо. Посмотрим. Так что, у меня такое предложение. К 15 часам сюда, если вы можете подъехать, подъезжайте, мы посмотрим эти материалы. Какие материалы? Ну, пожалуй. Материалы проверки, которые я вот с вами оговорил, что я приду, вы меня знакомите. А пришел, вы мне на экранчик-то начали показывать. Групп, как бы. К тому же, вот вы говорите 248-й, да, закон? У меня совершенно случайно, по непонятной причине, закончился интернет и деньги. Как мне быть? Не знаю, как вам будет. То есть, это вы, это, это черновик. Это вы черновик. А зачем вы на черновике печатаете? У вас же только ознакомиться. Интервировочное определение. Ну, как бы, мы же тоже говорили, что только ознакомиться. Ну, раз вы мне в руки, это, вы мне не отдаёте этот документ. Только здесь я могу ознакомиться. Правильно я вас слышу? Ну, как бы, вы уже сфотографировали, грубо говоря. Я могу его с собой забрать? На бумажном сети. Ну, давайте на четверике сделают. Просто, если вы мне его не дадите на четверике, я буду здесь с ним ознакомиться. Вынужденно. Так вы уже сфотографировали его. Это не означает, что я ознакомился. Да не четверики. Ну, ладно. Вот так. В случае пожара, вот, я не знаю, как вы пять лет не замечали, что там вот такая ситуация. Это за мою практику, да, я вот пять лет с Ругуйским городском судом взаимодействую. Хожу туда, вынужден. И за пять лет я, наверное, не единственный, кто эту тему поднял. Ну, в смысле, мы не замечали? Ну, в прямом. У вас же должно быть пять. Вы написали доводы, мы их отработали. Ну, а плановые прогреты у вас должны же быть какие-то? Нет. Нет? Мы сейчас, если вы, как бы, давать до вас информацию, сейчас риск-ориентированный подход. Есть пять категорий объектов. Чрезвычайно высокий риск, высокий риск, значительный, средний, умеренный и низкий, шестая. У суда какой? У суда, ну, я сейчас на вскидку не скажу, надо смотреть по ВАЗе. То есть, есть определенные критерии по проверке. То есть, чрезвычайно высокий риск проверяется раз в год планово. Высокий риск проверяется два раза в год планово. Значительный риск проверяется три раза. А когда настала пандемия и СВО, вышли оптимативные правовые акты в виде постановления 306, которые полностью нас ограничивают в проведении плановых контрольно-надежных мероприятий. Вот сейчас мы планово проверяем, только чрезвычайно высокие, высокие риски и значительные. Остальные объекты под проверки просто не попадают. То есть два листа, да, получается, только? Две страницы? Я могу забрать, да? Ну, уже да, уже сфотографировались. Уже да? Ну, как бы вы, конечно, не очень поступили порядочно. Ну, вам дали ознакомиться, сфоткали. Я в разрешение спросил. Понимаете, у нас тоже есть правила, законы. Мы не можем их... Я должен спрашивать разрешение, чтобы реализовать свои права гарантированные... Ознакомиться вам то запрещают. Гарантирование. Вам дали документ, знакомьтесь, пожалуйста. Гарантированные Конституции? 24, 56 и 29 статьи? Нет, никто вас не ограничивает. Мы вас не ограничивали. Ну, как не ограничивали? Вам дали ознакомиться с этим документом. На экране только. На экране и на бумажном носителе. Ну, как сказал мне судья Бурловский, надо было быть настойчивым. Вот я проявил настойчивость и в итоге реализовал свое право. С десятой, наверное, попытки. Это что за служба такая у вас? В смысле? Ну, такая. Постоянно ограничите в конституционных правах. Да никто никого не ограничивает. Ограничивали. Что вы? Что вы? Так, вопрос дальше. Материалы проверки после обеда. Правильно? Ну, вас интересует ответ. Я вам назвал, что меня интересует. Папка. Вы сказали, папка это существует. Меня интересует себя папка от корки до корки. Методом фотографирования. По методу фотографирования я вам могу только ответить после обеда. Я это согласую с главным управлением. Если они разрешат, тогда я вам это дам. То есть конституция опять не действует? Почему не действует? Вы можете садиться, ознакомливаться с документами. Мы вам не препятствуем. Но документы для служебного пользования, есть часть документов, которые не ограничены в действии. А есть гриф для служебного пользования? Во всяком случае, вот эти акты, эти описания, да, они все для служебного пользования. А где тут? У них амстрации-то их нету, понимаете? Есть ли какие-то документы, допустим, которые могут содержать коммерческую тайну организации? Вот скажите. Которые мы также не имеем права распространять. Вот акт инспекционного визита конкретно, да, называется? Где тут написано, что это акт для служебного пользования? Документ. Написан? Нет, но оно вручается контрольно-надзорному, контролируемому лицу и остается в органе надзора. И у контролируемого лица. Да, и у контролируемого лица. Вы, как заявитель, можете, вы получаете ответы, также можете в паспорте на объект ознакомиться. Публичный паспорт и канавел. Отлично. В одном доске. А теперь сошлитесь на норму права, которая мне запрещает знакомиться с этим документом. Знакомиться никто не запрещает, но копии давать. Мы же говорим о выдаче копий. У вас всегда подчиненный отвечает за вас? Почему? Я вам только что то же самое говорю. Вам никто не запрещает знакомиться. Вы отвечаете? Мой подчиненный начал ознакомливать. Вы попросили на бумажном носителе. Он его распечатал на бумажном носителе. Вы начали фотографировать. Все. Вы просто одновременно отвечаете, я не слышу вас одновременно. У меня хоть и два уха, но я не могу разделять голоса внутри своей головы. Поэтому, пожалуйста, разговаривайте поочередно. И если я задал вопрос начальнику, я прошу подчиненного не вмешиваться в разговор. Я ответил на ваш вопрос? Не совсем. Почему? Я не услышал ответ. Норма права, которая меня ограничивает в ознакомлении с данным актом. Нормы права никакой нет. Я вас ознакомил путем дания команды своему сотруднику, чтобы он вас ознакомил. Отлично. Он вас ознакомил. После 10-го наставления? Нет, он вас сразу на экране. На экране, а потом распечатал документы. Но отказывался же печатать? Нет. Он не отказывался. Как не отказывался? Он отказывался вам его выдавать на руки. Сколько это документ для служебного пользования? В итоге-то выдал. Потому что вы его уже сфотографировали. Какая разница? Большая. То есть он у вас уже есть. Какой смысл с вами перепираться, чтобы... Я какой-то закон нарушил? Это документ для служебного пользования. Данный документ находится у контролируемого лица и в отделе надзора. Я какой-то закон нарушил? Ну да, а вы потому что посмотрели данные контролируемого лица в этом документе. А какой я закон нарушил? 248-й. Есть... Пункт назовите, пожалуйста. Есть единый паспорт, единый контроль надзорных мероприятий, в котором есть доступная информация для заявителей и граждан, где вы можете свободно с этим ознакомливаться. Номер пункта? С допустимой информацией. Но я наизусть не помню этот документ. То есть, не можете пояснить? Можем пояснить, но попозже. Когда посмотрим этот документ. Благодарствую. Так. Материалы проверки, значит, жду от вас звонка. Нарушений в схеме вы не увидели, да? Вам нужна эта схема? Нет. Они все идентичные, на всех пяти этажах. Так. Ну, в принципе, все. Мне нужны материалы проверки, чтобы посмотреть. Контакт есть? Есть, конечно. И телеграм, и телефон. Хорошо. Благодарствую. Благодарствую. Жду звонка. Спасибо. Поеду в Сургутский суд вручать благодарность за чувство юмора. Хорошо. Дать мою обучение. За пять лет девушки впервые проявили чувство юмора, по моему мнению, великолепнейшее, потому что за пять лет моей правозащитной деятельности все общаются абсолютно серьезно. Прекрасно. Благодарствую. Все хорошо. До свидания. Спасибо. Возможно, после обеда приду, познакомюсь с материалом проверки. Пожалуйста. До свидания. До свидания.